В этом эпизоде нашего видеопособия я покажу вам, как привязать приложение Canva к внешним приложениям, таким как Google Drive или Facebook. С опцией Canva для некоммерческих организаций у вас есть доступ к огромной библиотеке фотографий, видео и аудио. Поэтому вы просто нажимаете на кнопку фото и можете выбрать все, что вам нужно. Вы можете искать различные виды фотографий, изображений и иллюстраций. Нас интересует технология, так что давайте проверим фотографии технологий. Даже если я вижу значок Pro, я все равно могу их использовать, потому что это Canva для некоммерческих организаций, и все бесплатно. Я могу использовать такое фото. Но я также могу загрузить свою собственную фотографию, используя внизу слева функцию загрузить. И как вы видите, у нас здесь есть собственные изображения, которые я загрузила с наших компьютеров. Мы также можем привязать наше приложение Canva для некоммерческих организаций к ресурсам из Facebook, Google Drive, Instagram или Dropbox. Думаю, что я привязала нашу учетную запись Canva к нашему Google диску, поэтому здесь у меня есть папки с Google диска. Я могу перейти к фотографиям, выбрать одну и использовать ее в своем дизайне. Но я также могу использовать ресурсы из, давайте снова нажмем загрузить, из моего аккаунта Facebook. Я могу подключить его. Извините, это по-польски. Я могу использовать свои три фотографии со своего аккаунта Facebook. Таким образом, вам не нужно загружать все в приложении Canva. Вы можете использовать свои архивы или другие ресурсы здесь, что намного проще и быстрее. Если вам понравилось это видеопособие, следите за TechSoup Europe в соцсетях, чтобы получать больше образовательного контента. Мы в TechSoup облегчаем работу активистам и некоммерческим организациям, предоставляем доступ к технологиям, ресурсам и сообществам.